Здравствуйте, дорогие друзья! Мы представляем очередной номер журнала «Восход». Вы сейчас видите на экране обложку нового номера, декабрьского, и на ней изображение белой Тары. «Тара – это главная богиня буддизма наших дней», – так писал Юрий Николаевич Рерих. Под влиянием поклонения ее образ постепенно трансформировался, приняв аспект богини-матери, матери всех будд, как к ней обращаются в молитвах. Белая Тара, согласно буддийской мифологии, родилась из слезы овала Китешвары, когда тот оплакивал страдания мира. Она почитается как богиня-спасительница, защищающая от всех опасностей и дарующая долголетие. Открывает наш номер слово Натальи Дмитриевны «Новогодний призыв». Его она начала своим стихотворением. Сейчас подводится итог под роковой чертой эпохи. Преодолеем ли порог или отстанем по дороге и станем нищи и убоги? Свою судьбу решаем мы, избрав путь света или тьмы. Следующий материал этого номера – это подборка из писем Елены Ивановны Рерих, составленная Игорем Михайловичем Щербаковым, которая прозвучала на прошлом круглом столе. Она называется «Без веры жить и строить нельзя». Мы знаем по многочисленным отзывам, какой отклик в сердцах людей нашли эти строки Елены Ивановны, собранные Игорем Михайловичем. И поэтому сейчас у всех есть возможность вчитаться в эти слова и возвращаться к ним, которые поддерживают нас в трудное время нашего настоящего. Хоть и писались эти строки многие более 50 лет назад. Материал слова Николая Константиновича Рериха «Адамант». И также этот номер невозможно представить без образа святого Николая Чудотворца. Этот образ, который вы видите сейчас в нашем журнале, он находится на выставке, которая вот сейчас 10 декабря открылась в стенах этого музея. Вы еще о ней услышите в событиях месяца. Но вот также мы сразу же поместили его в декабрьский номер. Удивительный образ святого Николая и молитва Натальи Дмитриевны Спириной, написанная к этому, вернее, написанная этому святому. Дело в том, что декабрь и май – это два месяца, когда почитается святой Николай. Но для нас, сотрудников Сибирского Рериховского общества, эти месяцы также неразрывно и слиты с обликом Натальи Дмитриевны Спириной. И вот поэтому в этом журнале, конечно, два этих и образ, и имя Натальи Дмитриевны также вместе. Поэтическая страница, где вы можете познакомиться со стихами наших сотрудников, новыми стихами. Следующий материал номера. Он посвящен юбилею Юрия Николаевича Рериха. Спасибо. В этом году мы отмечали 120 лет в августе месяце, 120 лет со дня рождения Юрия Николаевича Рериха. И на торжественном собрании Наталья Михайловна Кочергина делала сообщение, рассказывая о первой такой конференции, прошедшей в Сибири в 1992 году, 30 лет назад. И вот этот материал богато проиллюстрирован, посвящен этой юбилейной конференции. И, конечно, сейчас мы уже прикасаемся к этому как к каким-то архивным материалам, далеким, которые для нас кажутся уже удивительными. А на самом деле тогда это все только начиналось. Люди только прикасались к этим великим духам и открывали для себя имя ученого, человека с большой буквы Юрия Николаевича Рериха. Два следующих материала, богато проиллюстрированных в журнале, это выставки, прошедшие в стенах музея. Выставка Николая Дудко «Танка. Искусство и эволюции» и выставка художников Алтая «Сердце гор». Ну и сейчас мы переходим с вами к нашим изданиям. Вот в журнале мы разместили вышедшие, пришедшие к выходу номера журнала книги, и одна из них — это чистота речи. Дело в том, что на этот сборник мы собирали средства через сайт сбора средств планета.ру. И вот здесь помещены у нас имена всех, кто откликнулся и помог собрать средства на эту книгу. Можем сказать, что она сейчас в типографии, ее уже где-то на выходе. Нам обещают ее очень скоро уже отправить к нам, поэтому я надеюсь, что на январском круглом столе мы увидим ее уже вживую и представим вам. Ну а к этому круглому столу, к журналу эта книга не успела, она пришла буквально вчера. Вот я ее держу в руках, помимо того, что еще и на экране вы ее видите. Это новый сборник «Советы по оздоровлению жизни». Подборка из книг «Учение живоэтики и грани огней йоги», составленная нашим дорогим сотрудником и другом Натальей Анатольевной Малышевой. К сожалению, в прошлом году очень неожиданно для всех нас она ушла из жизни. И в этом году в память о ней, можно сказать, что книга практически успела к ее годовщине. Вот мы ее с вами теперь видим, получили. И книга посвящена ответам на вопросы, как заботиться людям о нашей Земле, о нашем планетном доме, с чего начать, какими мерами мы можем оздоровить нашу Землю и улучшить ее для жизни землян. То есть вот эта подборка сейчас издана, и можно познакомиться с ней. Ну и последнее, о чем я сегодня скажу, это наше переиздание, которое вы видите на экране. Это три части книги «Надземное учение живоэтики». Также избранная Елена Ивановна Рерих и подборка «Будущее человечества». С ними тоже можно познакомиться, если кто-то видит их впервые. Спасибо за внимание. Спасибо.